Ни к чему все эти переговоры по решению конфликта на Донбассе с Россией привести не могут. Позиция Уолкера и его, извините за выражение партнера Суркова, совершенно противоположные. Оценки Уолкера более жесткие в отношении России и ее поведения на Донбассе, чем даже оценки украинских властей. Он все время говорит о российском вторжении, присутствии российских войск на Донбассе. О невыполнении России минских соглашений. Помните его знаменитую фразу, что если русские в Украине где-то испытывают проблемы с безопасностью, то это как раз на территориях оккупированных России. Если в Украине доведут до конца закон об оккупированных территориях, только тогда украинское правительство приблизится к официальным оценкам США, звучащим из уст Уолкера. В Москве были иллюзии, что Трамп, Трампушка, все смягчит. Но и Трампушка, и его орденоносец Тилерсон практически отстранены от принятия каких-то решений по российско-украинскому направлению. Конгресс почти единогласно принял закон о санкциях с убийственной для россиян 241 секцией. Фактически она объявляет преступной организацией все российские руководства, его высших представителей, которые или через посредников, или прямо держат свои активы в США. Сейчас идет активная работа по подготовке доклада, который затребовал Конгресс от финансовой полиции Соединенных Штатов. Уверяю вас, что все основные фигуранты российской власти в этом докладе будут. В лице Путина нет никаких признаков, что российская власть готовится к каким-то уступкам по украинскому направлению к выходу из Донбасса. Наоборот, его выступление на Валдае было подчеркнуто агрессивным, почти истеричным. Он опять повторял свой бред, что никакого украинского народа нет, а есть только единый русский народ. Поэтому я не вижу никаких признаков продвижения на так называемом российско-американском направлении. Я не вижу, чтобы американцы к этому стремились. Они четко заявили о своей позиции, что Россия агрессор и должна уйти с украинских территорий. Точка. Совсем другая история, чем два года назад в Киев приезжали представители Франции и Германии. Выворачивали руки украинским политикам, требуя изменить украинскую конституцию, ввести всю эту лугандомию как раковую опухоль в политическое тело Украины, сделать бандитов крупными политическими деятелями и тем самым разрушить Украину изнутри. Таким был план Путина, но надо отдать должное украинской власти, она выстояла, давлению не поддалась. Какая бы ситуация на Донбассе устроила США? Об этом и гадать не нужно. Прошлой осенью было много неформальных переговоров между кремлевскими людьми и людьми Клинтон. Стороны пришли к тому, что Россия не показушна, а серьезно уходит из Донбасса, а Запад на некоторое время закрывает глаза на Крым. Но при этом ни в коем случае не признавая его юридически принадлежащим России. В таких примерно параметрах сделка бы и состоялась, если бы победила Клинтон. Но на свою беду кремлевские протащили Трампа, и это вызвало такое ожесточение демократов и всего военно-политического истеблишмента, что сейчас их позиции по отношению к России стали значительно жестче. А что там лично думает Рамп или доживающий последние дни в госдепартаменте Тилерсон, это уже никого не интересует. Андрей Пентковский. Очень часто можно услышать, что Соединенные Штаты ничего не делают и никак не помогают Украине. Но подумайте на самом деле, что они могут сделать. Самая большая помощь, которую может оказать США Украине на данный момент, это оставаться твердыми в своей позиции. По-прежнему вести одну и ту же линию, несмотря на то, что проходят годы, и ни в коем случае не соглашаться с аннексией Крыма. Именно так и ведут себя США в отношении Украины и России. И это большая помощь. Поверьте, эта страна имеет свое влияние на многие остальные страны. Пройдут годы, и многие скажут, ну что ж, уже столько времени прошло, пусть Крым останется российским. И в этот момент вы оцените позицию Соединенных Штатов, которые с самого начала и до конца, так же, как это было с Прибалтикой, будут стоять на своем и говорить, что это незаконно и признавать это не надо. Рано или поздно они добьются того, чтобы Крым был возвращен к Украине. Точно так же, как под давлением США Прибалтика обрела свою независимость. Продолжение следует...